Мы сейчас будем готовить в мультиварке гречку по-купечески. Леонардо Ионович включил питание. Процесс пошел нагревание. Предоставленная кофе мультиварка позволяет нам готовить следующие интересные блюда. Каша, молочная каша, лоб, овсянка, сух, бульон, макароны, пельмени, компоты, детское питание, холодец, овощи, соус, стейк, пицца, выпечка, омлет. Сыр, йогурт, молоко, варенье, десерт, разморозка. Сейчас будем смотреть. Обжариваем лук. Лук уже на столе. Будем использовать масло нерафинированное, ароматизированное. Идет прогрев. Ну, запошла. Сирители могут увидеть интересный эффект. Время было выставлено 30 минут, но на том отображении, которое вы сейчас видите, вот сейчас стабилизировалось. Сейчас стабилизировалось. Перед этим оно моргало. Пауза. Делаем прогревку. Сушим. Фрюльницу. Мы будем использовать гречку двух разных производителей. Украинского и польского. По-польски гречка называется по-ханка. Следующим моментом приготовления каши по-купечески является заливание подсолнечного масла. Прогрев уже пошел. Мы слышим позвукивание, температурный перепад. Предоставленная мультиварка имеет вырубника Китай, но сделана для украинского рынка. Масло вонючее ставьте, где-то. Оно с приукусом. Засыпаем лук. Время выставляем 29 минут. Перемешиваем тщательно. Появляется уже запах аппетитный. Слюнки текут. Лук начинает готовиться. Мы видим по характерным пузырькам, которые у нас наблюдаются. Гречку мы готовим в соотношении 1 к 2. То есть пропорционально количество гречки умножаем на равноценный объем воды. Здесь у нас 2 кружки гречки и 4 кружки равноценных воды. Из специй мы будем использовать обычную соль и 10 овощей. А также главным компонентом является свинина. Что свинина? Я еловичину не покупал. Еловичина это и свинина. В момент времени мы будем засыпать гречку. Гречка у нас съедобная, крупная, отборная, промытая проточной водой. Заливаем водой, которая предварительно у нас была подогрета. Мультиварку. 38 минут. Время готово. Время пошло.